Добрый вечер, друзья! И сегодня еще идут письма, сегодня опять вечер слезы, но это слезы радости на самом деле. Пришло еще одно сообщение от Ольги, от Ольги, от сообщения ее дочери Анечки. Мы работали с Анечкой несколько раз, работали уже в апреле, в апреле, где-то в середине апреля. В результате недоношенности 7 месяцев и кислородного обладания, задержка психического развития, дезортрия, по ночам спит, очень крепко описывается и какается во сне. Сказали, с таким диагнозом нужно ставить инвалидность, но я не веду на комиссию, знаю, что все пройдет. Это писала нам Ольга, когда к нам обращалась. Прислала справку, все. О нем проделась недоношенно в 7 месяцев. Мама ее ставила в роддоме и больше не видела. Девочка до 7 месяцев страдала бронхитами и с кожей плохо кушала, медленно развивалась. Семь месяцев весила 3,5 килограмма, не умела даже переворачиваться, не было шеи. Мы ее воспитываем в 7 месяцев. Очень любим и делаем все, что можем. К году сняли с некоторой диагноза, в полтора пошла, в три первые слова и хоть какая-то осознанность. Первый раз сказала, мама у гемролога наблюдается и лечится с рождением. Неофициально озвучивали непонимание речи, аутичные черты, гиперактивность. Говорили, что может 5 годам завалиться в аутизм. В общем, диагноз был такой жесткий. И, честно говоря, когда мы начинали работать, мы не предполагали, какие сценарии и что будет прописано душами. Мы четко видели, как Ольга любит Анечку. Мы четко видели, как она привязана к ней, как открыто сердце. И реально это родители, которые... Ну, это круче родных родителей, да, это самые родные родители. И когда мы вышли на уровень души, начали общаться, вдруг оказалось, что был нарушен кармический сценарий, который предусматривал определенный сценарий игры для Анечки. То есть ее душа планировала сыграть очень жесткий сценарий с насилием, с бытовухой, все как у брошенных детей, да. И вдруг сердобольная Олечка, Ольга, которая имеет внутри программы спасения человечества, программы спасения мира, она как-то нашлась. И вдруг она спасла Анечку из этой истории. И душа как бы не была довольна вот этим спасением. То есть никогда не знаешь, что хранится там в тайнах вот этих подсознаний, зачем вот это все нужно было. Мы первый раз работали, сделали определенные проговоры, изменили программы, вроде как с душой договорились. И она вроде как была не против. Но первая неделя, которая прошла после сеанса, она как бы особых результатов не принесла. Мы выходили на Анюту еще раз, и внешне вроде как ничего не заметили. Там какой-то белый свет, и все хорошо вроде, она вся в белом свете, в таком божественном, все прекрасно, должен идти результат. Вот потом пошла вторая неделя, и мы опять обратились к Анне посмотреть, что происходит. То есть душа должна была уже принять новые условия игры, она уже должна была включиться и начать проявлять какие-то физические изменения. А изменения не наступали. И вот когда мы вышли в этот белый свет, который во всех техниках и практиках принято считать божественным, и начали работать с ним, вдруг оказалось, что душа нашей Анечки, она вообще не захотела принимать решения. То есть она не сказала ни да, ни нет на новый сценарий. Она свалила в космос. И говорит, а вы тут решайте сами, со своим телом разбирайтесь. Я особо-то в нем играть и не планирую. То есть тот кармический сценарий нарушен, новый вроде как принят, но и не принят одновременно. И все пошло не так, как предполагалось. В общем, мы работали еще раз, и нам пришлось возвращать душу на землю. Вот скажи кому, казалось бы, сумасшедшие вещи. Нам пришлось возвращать ее в чувства, нам пришлось ее возвращать в ощущения, загружать определенные программы, работать по структурам, то есть все по полной программе, с подгрузками, с приживанием и с заземлением, чтобы душа была здесь и согласилась все-таки играть в теле. Это было вчера или подвчера. И вот сегодня я получаю письмо от Оли. Наташа Андрей, доброго времени суток. Лед тронулся. Так много важных изменений уже в начале пути. Обо всем хочется вам рассказать, поделиться радостями. Каждого дня, но все по порядку. Вот фото после первой нашей работы. Смотрите, вот фото. Посмотрите на глазки. Взгляд такой в космосе. Это после нашего ПИД, после первой работы. Взгляд в космосе. А вот смотрите взгляд сейчас, очень наглядно. Взгляд здесь и во взгляде есть интерес к жизни. А вот смотрите, она стоит и смотрит в камеру. И взгляд живой. Взгляд полностью живой. Представляете? Есть интерес к жизни. есть, 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 есть то, что пошли изменения. Именно сегодня мне четко в голове отметилось, что у нас все будет замечательно. АЗПР – это временное явление. Сегодня я пошла на спать, и так прищурив глазки, заигрывая, говорит, мамочка, мамочка, я не Анечка моя. Так и шли до кровати переговариваясь. Так хорошо, четко стала говорить, предложения уже были распространены, и главное, идут от нее. А ведь еще неделю назад у нее что-нибудь спросишь, она просто повторяет твой вопрос, сейчас очень ясно отвечает, и еще головой качает, подтверждает всем телом свое, явно свое намерение. Или отрицание. Днем в тихий час в саду не писается. Персонал группы приписывает это к своим заслугам, конечно, но для нас важен сам факт. Ночью пока писается и хакается, но идею, которую Андрей подкинул, мы ей постоянно проговорили, и днем она не раз не проговорит. Мама не писает штаны, папа не писает штаны, бабушка не писает штаны. Короче, всех, кого она знает, перечисляет, прибавляет. И Анечка не писает штаны, не засмеется. Мы ждем дня Х, когда все так и будет. Фу, все, у Анечки тоже лед тронулся. Наконец-то душа вернулась из космоса, приняла решение играть в этом теле. И вот с этого момента мы с Аней будем еще работать. Нам надо восстановить физиологию, нам надо восстановить ощущения, чувства. Нам надо восстановить инстинкты. Это кусок большой работы. Вы понимаете, этот кусок работы души уже проделывают, когда они вернулись в тело, когда они решили играть, когда они решили изменить сценарий. Потому что когда она меняет сценарий, дальше по сценарию, у Оли все должно быть хорошо, и у Ани все должно быть хорошо. И у Ани должна быть семья, у нее тоже будут дети, у нее тоже будут реализации и так далее. Но это все мы еще подгрузим. Кто будет ее муж, и чем она будет заниматься. И дальше душа выберет, согласно наших шаблонов, которые мы ей предлагаем, как бы, сформирует что-то свое. Но там уже не будет жизни, там будет любовь, там будет истинное познание любви, действительно. И это тот случай, когда любовь творит чудеса. Любовь мамы, любовь мамы реальная, она творит просто неимоверные чудеса, потому что иначе бы душа не вернулась из космоса, иначе бы она не сказала «да». В данном случае мы шли на риск, когда душа не приняла решение. Видите, решение все-таки принято, решение пошло, и Анечка будет развиваться нормально. Еще один ребенок будет жить нормальной жизнью.